Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Сегодня мы с вами находимся в залах ночного музея. В густой темноте, которую режет только луч одинокого фонарика, гости музея заново открывают для себя хранилище истории. Участники экскурсии в подавляющем большинстве – дети. Не шалят и не разбегаются. Идут за экскурсоводом след в след. Сплочены, напряжены и, главное, готовы к открытию. Вот и первое – метеорит, которому 4,5 миллиарда лет. Наш метеорит излучает положительную энергию. И действительно, если вот так поставить руку, можно ощутить тепло или покапывание. Включить все органы чувств и додумать то, чего не видишь. Организаторы экскурсии будили самые смелые фантазии гостей, кое-что разрешили потрогать. Самым смелым, конечно. Первый товар. Кто знает, что это такое? Кофемолка. 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 Это кофемолка. Правильно. В одном из залов участники словно перенеслись на полтора столетия назад. Пообщались с продавцом лавки, которая рассказала предназначение абсолютно незнакомых вещей 19 века. На деле же они оказались мясорубкой, соковыжималкой и валиком для отжима белья. В соседнем зале, который превратился в крестьянскую избу, хозяйка показала, как устроен быт ее семьи. На контрасте со своим домашним укладом познакомила городская купчиха. Включила граммофон и завела музыкальную шкатулку, которой больше 120 лет. Особо впечатлительные гости музыку слушали в полуха и пытались в темноте разглядеть то, что организаторы демонстрировать совсем не планировали. Мне так как будто казалось, что я как будто видел кого-то в темноте. Мы когда еще были в этом зале, где была Русь, я там еще видел, когда какие-то там точки пробегали красные. Кстати, к таким предположениям музей отнеслись серьезно. Им ли не знать, с чем работает бок о бок? В нашем музее был такой случай, что камеры видеонаблюдения зафиксировали такое плотное облако, которое меняло свои очертания, плавало. То есть это не как, если посмотреть на улицу, к примеру, в камеру, там пылинки летают, мушки какие-то нет, прям такое плотное облако, оно так вот перетекало, шевелилось, как в Каспер-фильме, видели? Вот примерно так. Не было у него ни лица, ни рук, ни ног, но прям такое плотное, непрозрачное облако энергии. В этот раз провидение не явило себя, но кто знает, возможно, это произойдет в следующий раз. Было очень интересно. Эта белая женщина очень впечатлила. Поначалу было страшно, вот эта вся темнота, спецэффекты, вот эти женщины пугали, так стояли, очень понравилось. Тем, кто хочет попытать удачу и разгадать все тайны восьми комнат, в музее предлагают подать заявку на экскурсию. Эмма Шаповалова, Дмитрий Тарасов, программа «Город». Дмитрий Тарасов, программа «Город».